Отказываться не намерены. Турция ждет. Си. 400 в июле 18 февраля 2019 года газета. Ры. Отказываться не намерены. Турция ждет. Си. 400 в июле. Эрдоган не разорвет контракт по. Си. Несмотря на ультиматум США Анкара не намерена разрывать договор с Россией на поставку комплексов С-400 из-за ультиматума США, связного с американскими ЗРК. Патриот. К тому же Турция ожидает, что поставки российского оружия осуществятся, как и планировалось, в июле. Более того, турецкая сторона заинтересована в новых российских комплексах С-500. Президент Турции Таип Эрдоган заявил, что Анкар нет планов отказываться от покупки зенитных ракетных систем ЗРС С-400 у России из-за давления со стороны США. Об этом он сообщил журналистам, когда возвращался из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии. Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали, отметил Эрдоган. Издание Яни Сейфак также передало слова Эрдогана о том, что Турция также интересуется новыми комплексами С-500, наиболее ожидаемой новинкой российской противовоздушной обороны, ПВО, в ближайшие годы. Говоря о приобретении у США ЗРК Патриот, президент Турции в очередной раз заявил о готовности Анкары рассмотреть предложение Вашингтона, но с учетом требований республики. Несмотря на то, что администрация США позитивно смотрит на ранние поставки Патриот в Турцию, они до сих пор не определились с позицией по совместному производству и финансовой составляющей, обратил внимание глава государства. Старший научный сотрудник ММО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надей Нраевский, комментируя слова Эрдогана, объяснил, что для Турции покупка С-400 – это не просто практический вариант, но и свидетельство независимой внешней политики. Турция себя позиционирует таким образом уже не первый год и хотя не выходит из состава НАТО, но поступать со своими принципами независимости и самостоятельности в принятии решений не собирается, подчеркнул эксперт. Он выразил сомнение, что американская сторона в качестве ответной меры исключит Турцию из участия в программе истребителей пятого поколения F-35, так как она производит ряд узловых деталей для этих самолетов. Поэтому если Турцию исключат из проекта и не дадут ей положенные самолеты, то в этом случае придется искать технологическую замену турецким производителям. Это задержит пуск всей модели и приведет к большим убыткам, США это прекрасно понимают, констатировал Надей Нраевский. Ранее в этот же день вице-президент США Майкл Пенс во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не собирается сложа руки смотреть, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников. «Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока», — отметил он. Кстати, в начале февраля издание «Хариот Дэйли Ньюс» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти могут не продать Турции свои ЗРК, если Анкара все же приобретет российские С-400. «Мы не будем запрашивать разрешение Конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем. Если процесс продажи С-400 будет продолжаться», — заявил собеседник. По его словам, покупка Турции российских ЗРК может даже даже стать основанием для введения санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона «Катса» о противодействии противникам Америки посредством санкций. Американская администрация решила продать Турции ЗРК «Патриот» на общую сумму 3,5 миллиарда долларов в декабре прошлого года. Агентство по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности военного ведомства США отметило, что сделку между Турцией и США одобрил Государственный департамент. «Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — уточнили в сообщении Пентагона. При этом договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Манкарой еще в декабре 2017 года. Стоимость контракта оценивается в 2,5 миллиарда долларов, 55% из которых будет покрыто российским кредитом на поставку в Турцию С-400, пояснил газете коммерсант глава корпорации Ростех Сергей Чемизов. Американская сторона восприняла этот договор в штыки, объясняя свое отношение, в частности, риском такой сделки для НАТО. Эту причину обозначил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тот Уолтерс. По его мнению, если Анкара все же приобретет это оружие, которое используют известные противники НАТО, то поставившая С-400 сторона может получить возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей. Ф-35. Но, как сообщил ТАС-источник в МИД Турции, Анкары планируют использовать С-400 независимо от систем НАТО и только таким образом, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об американских истребителях. Лидия Миснек. 16 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат газета. Ры. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.